Мы можем начинать, все готово? Всем добрый день. Мы сегодня хотели бы рассказать о текущих, продолжающихся событиях, связанных с правами оппозиции в Молдавском парламенте. Сегодня состоялось заседание юридической комиссии. На удивление, комиссия не была транслирована в прямом эфире, как это было вчера, когда было заявлено о том, что два представителя партии ШОР приглашаются для обсуждения возможного их участия в работе комиссии по девалидарии Стилбанкар и по проверке законности приватизации. Поэтому мы хотели бы обратить внимание общественности и не только на несколько аспектов, связанных с этим вопросом. Первое. Еще раз обращаю внимание, что в каждую из этих комиссий парламент проголосовал о включении в состав одного представителя партии ШОР. Далее должна была состояться только техническая процедура по закреплению персонального представителя в этих двух комиссиях. И далее начинается цирк или, можно сказать, какой-то юридический позор даже. Пример сегодняшнего заседания юридической комиссии. Нам не дают возможности закрепить нашего представителя в этой комиссии. В частности, господин Фатеску по надуманным техническим причинам он был отказан в рассмотрении этого проекта изменения в постановлении правительства. Техническая ошибка, заключающаяся, наверное, в перестановке запятых или величины шрифта, отсутствие каких-то номинальных обозначений. Притом, на наши замечания о том, а как можно господину Алайба, претендующего на роль автора законопроекта, на которого работали две комиссии, юридическая, экономическая, он выходит на трибуну парламента и позорно представляет законопроект к несуществующей статье закона. Это считается нормальным. Если мы говорим о таком качестве законотворчества в стране, той команды, которая сейчас над этим работает, то бедная Молдова. В отношении комиссии по дивалидарии системы Банкар моя кандидатура была отвергнута юридической комиссии по причине наличия якобы конфликта интересов. При этом никакой процедуры, никаких аргументов, связанных с тем, что кто-то установил какой-то конфликт интересов в моей кандидатуре, представлено не было. Я много услышал интересного про то, что не хотим, не будем, вы адвокат Шора. Да, я адвокат Илона Шора до момента валидирования мандата депутата. И что? Да, я имел с 2012 года договор с Банкой деэкономии на работу по проблемным кредитам. Чем мои интересы, как адвоката, который всю жизнь защищает закон, с моей практикой 25 лет работы, чем мои интересы препятствуют правильности работы комиссии, целью которой является установление всех фактов и обстоятельств, связанных с разрушением банковской системы Молдовы, девалидацией трех банков. Чем интересы Илона Шора противоречат интересам работы комиссии? То, что икона под названием Кролл за четыре года работы не может установить хотя бы элементарные вещи, а сколько украли из банков и когда, Кролл называет цифры 800 миллионов, потом называет миллиард, потом называет три миллиарда. Это же смешно, господа, ну это просто смешно. Для этого нужно было работать четыре года, чтобы даже не восстановить цифру. Можно много комментировать про Кролл, но это не предмет сегодняшнего брифинга. Например, когда тот же господин Алайба является участником и членом этой комиссии, при том, что господин Алайба на протяжении долгих лет был секретарем экономического совета при премьерах Филате, Лянке и Стрельце. И у господина Алайба нет конфликта интересов для работы в этой комиссии? При том, что именно в период его нахождения и в прямом подчинении трём премьерам происходила приватизация банка деэкономии, происходили рассмотрения рапортов Международного валютного фонда, например, знаменитый рапорт 2012 года, где МВФ 2012 года, я обращаю внимание, где МВФ обращает внимание на критичное состояние банка деэкономии. И кто-то после этого будет говорить, что БЕМ был ограблен в ноябре 2014 года. А не при господине Алайбе и Филате, и Лянка, и Стрельце, ну Стрельце, наверное, уже нет, было государственное управление банком деэкономии. Не государственные ли представители, в контроль, над которыми осуществлял правительство, в частности Министерство финансов, происходило настолько эффективное управление банком, что он оказался банкротом? Вы что, действительно думаете, что банк ограбили за два года или за два дня, или путём выдачи кредитов в ноябре 2014 года? Неужели есть ещё такие люди, которые так думают? За время своей работы в банке деэкономии в качестве адвоката банка с 2012 года, обращу внимание, я видел очень много разных документов, связанных с плохими кредитами, связанных с нормативным капиталом банка, и о том, как этот нормативный капитал банка съедался, начиная с 1995 года. Все эти непрофильные активы, забалансовые счета, плохие кредиты, которые не умещаются в трёх коробках формата А4. Это миллионы, десятки, сотни миллионов. Никто об этом не говорит. А почему никто не вспоминает, например, как банк деэкономии выкупил инвест-приват-банк, долги, когда государство, управляя банком, приняло решение выкупить долги инвест-приват-банк и взять их все на себя, когда банк этот лёг? Почему никто об этом не говорит и не вспоминает? Почему об этом не говорит Кролл? Как это отразилось на ликвидности банка деэкономии? Никто не хочет ответить на этот вопрос. И так далее, и так далее. По определению, у этой комиссии не может быть кредибельности. Не только по причине господина Лайба. Слишком высокая планка для него. Но и по многим другим причинам. Почему правящее большинство не допускает представителя партии ШОР для участия в комиссии? Может, они не хотят слышать то, что им невыгодно? Мы всё равно найдём способ это представить. Как может быть правильное рассмотрение вопросов, когда нам не дают возможности, когда ограничивают наше участие в таких важных комиссиях, созданных парламентом? Если они претендует на объективность, то дайте возможность участия и квалифицированного представления наших интересов в этом. Поскольку нашу партию, лично председателя и других членов фракции обвиняют в том, что они украли деньги из банка деэкономии. Это прямое обвинение. И при этом, когда ставится вопрос нашего участия, нам говорят «до свидания». Хотелось бы задать вопрос, а какие тайны могут быть в этой комиссии, о которых якобы мы можем повлиять, как сегодня было сказано господином Литвиненко, повлиять на принятие решений в комиссии? Распространение информации? Так они же сами первые эту информацию распространяют. И что в этом плохого? Никто не говорит о том, что эта информация должна быть скрыта от общественности. Но хотелось бы задать вопрос. Мне практически не давали говорить на юридической комиссии, закрывая рот, перебивая. Как и зачем, и каким образом мы можем повлиять на работу этой комиссии? Чем мы можем нанести вред работе этой комиссии? В рамках уголовного дела Илона Шора, который рассматривается в апелляционной палате Кагул, мы затребовали проведение экспертизы. Хотелось бы еще раз об этом обозначить. Экспертизы на государственном уровне для определения суммы ущерба и суммы тех деяний, которые инкриминируют Илону Шору за период его пребывания в должности председателя Совета, которое продолжалось 6 месяцев. С мая 2014 года по ноябрь. В должности председателя Совета его обвиняют в том, что он свалил банк идеэкономии. Мы до сих пор не имеем ответа на эти вопросы. Я обратился сегодня к юридической комиссии. Если у вас сейчас все рычаги власти, вы хотите установить хотя бы сумму ущерба, если это не сделал знаменитый кролл. Сделайте все, что хотите сейчас. Ускоряйте работу экспертизы. Определяйте сумму ущерба. Двигайтесь. Вы же претендуете на роль лиц, которые установят правду в этом вопросе. Давайте работать. Мы не против. Нам не дают возможности это делать. Хотелось бы еще сказать несколько моментов по поводу госпожи Гречаны. То, что мы сегодня отметили на юридической комиссии. В любой нормальной демократической стране даже дым от какого-то потенциального огня, возникающий в подобном плане, вынуждает государственных чиновников такого ранга подавать в отставку. После тех всех разговоров, опубликованных документов, в частности, публикации вчерашней, с документами, где четко видно, кто является бенефициаром офшорной компании, получившей кредиты в Банкадеэкономии. Я знаю эти документы, я их тоже видел, когда работал над плохими кредитами в Банкадеэкономии. Это не возвратный кредит. Там нет залогов. На такую сумму, которая позволяет покрывать этот кредит. Это нормально, что госпожа Гречаная продолжает оставаться, быть председателем парламента. Это нормально, что правящее большинство не видит эти вещи и только тычет пальцем, повторюсь еще раз, в эту икону, называемую кроллом. Шор украл. Еще одна новость сегодняшнего дня. В ночь родился законопроект, по которому у партии Шор забирают председательство в комиссии по правам человека. Как вы знаете, эту эпопею, дважды мы пытались, опять же, за нами была закреплена эта позиция. Еще раз я прошу, я обращаюсь к журналистам. Вы когда делаете перепечатки, пожалуйста, делайте их правильно. Должность председателя комиссии по правам человека была предоставлена парламентским большинством за партией Шор. Она была закреплена номинально. То есть это наша должность. Дальнейшей нашей обязанностью являлось представить кандидатуру персональную для закрепления, для принятия решения на пленуме парламента и начала работы комиссии. Нам дважды не дают возможности это сделать. Опять же, мотивируя рапортом Кролла, не выдерживая никакой критики. Сегодня мы получаем вновь законопроект, по которому у нас забирают председательство в комиссии по правам человека. Уже есть проект, в нем все написано, с фамилиями совсем. Должность председателя комиссии отдается представителю АКУМ. Очень интересно. И при этом Марина Таубер уже может быть членом комиссии. Указана ее фамилия. Я вам передам этот документ для публикования. То есть, вчера было нельзя, потому что Марина Таубер в Кролле. А сегодня уже можно. Можно, но не надо даже председателя. Это что такое? Хотелось бы обратиться лично к Майе Санду, как к премьер-министру нашей страны. Госпожа Санду, я адвокат, всегда защищал закон. Кто бы, что бы ни говорил, в частности, сегодня на юридической комиссии парламента. Ну, это, наверное, как говорят в Молдове, шапчан диакасы. Госпожа Санду, все ваши ценности на ведение порядка, призыв к европейским ценностям, гувернарии-эффиченты, это правильные вещи. Мы не можем их не поддерживать, и мы также стремимся к этому. Вы обещали избирателям именно это. Хотелось бы понять, то, что сейчас происходит в парламенте, вас переубедили ваши партнеры по коалиции, вас устраивает то, что сегодня происходит? Все ваши ценности уже не имеют никакого значения для вас лично. Изменились ваши цели, и у вас появилось желание семиутного получения властных рычагов, вы их получили. Вы хотите достигать короткие цели, или вы хотите достичь то, что вы обещали избирателю? Какими ценностями руководствовались вы сегодня лично? Ваша цель полностью уничтожить оппозицию? Вы к этому идете семимильными шагами. О таком управлении государством вы говорили, госпожа Санда. Вам нравится, еще раз повторюсь, то, что происходит в парламенте с правами оппозиции? Вы приверженец исполнения резолюции ПАСЕ или нет? Это европейские принципы управления государством. Хотелось бы получить ответы на эти вопросы. Наверное, на сегодня все. И я думаю, что завтра будут новые новости в подобном плане, учитывая то, что сегодня происходит. Можно я вас перебью? Скажите, пожалуйста, предмет нашего брифинга – это законопроект по дьюти-фри. Если вы хотите что-то услышать подробно, мы представим информацию на эту тему. Не перебивайте, пожалуйста. Мы представим информацию в отношении законопроекта о дьюти-фри, в том виде, в котором она должна быть представлена на комиссиях, в пленуме. И вы узнаете очень много интересного, в том числе и связанного с этим законопроектом. Я вам ответил на этот вопрос. Зачем вы продолжаете его? Вы считаете, что это предмет брифинга? Вы хотите поговорить предмет, но мы на эту тему поговорим. До свидания. До свидания.